Задержанные по делу о подготовке терактов в Крыму дают признательные показания. С таким заявлением выступил сегодня российский МИД. Среди взятых под стражу граждане Украины и России. Они якобы действовали по указанию украинских спецслужб. Москва угрожает Киеву адекватным ответом. Украина же утверждает, что никакой диверсии не было, а вся история с несостоявшимися терактами – фарс. Так или иначе, ситуация в Украине может в любой момент выйти из-под контроля. В Украине снова запахло войной. Из Госпогранслужбы страны пришло сообщение о появлении на севере Крыма российских десантно-штурмовых отрядов и скоплении передовых вооружений. Мы имеем основание утверждать, что у административной границы происходит активная ротация российских дивизий. Дивизии из Бурятии, которые находились там с марта, уезжают. На их место прибывают воздушно-десантные дивизии из Ставропольского края и Новороссийска. В их арсеналах более современное оружие. По нашим наблюдениям, увеличилось число вооружённых людей на КПП, установлены новые огневые точки. Официальный Киев в срочном порядке объявил об ответных мерах. В связи с упомянутыми событиями я даю поручение привести в высшую боевую готовность подразделения вооружённых сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины. Особенно внимательными сейчас должны быть пограничные службы, работающие в зоне административной границы с Крымом и в районе линии соприкосновения. Порошенко также попросил главу МИДа организовать телефонные переговоры с Владимиром Путиным, отдельную трёхстороннюю телефонную конференцию с лидерами Германии и Франции, а также пригласить для консультации председателя Европейского совета Дональда Туска и вице-президента США Джо Байдена. Всё началось с заявления ФСБ России 10 августа. Украинские власти якобы планировали диверсии в Крыму. Владимир Путин прямым текстом обвинил официальный Киев в терроризме. Целью, по мнению Кремля, была дестабилизация на полуострове и отвлечение внимания украинцев от социально-экономических проблем. Это видео опубликовали российские спецслужбы. На кадрах 20 самодельных взрывных устройств, амуниция, мины, гранаты и другое оружие. Всё это, по данным ФСБ, принадлежало украинским диверсантам. В Киеве российские обвинения назвали абсурдом и фантазиями. Ложью считают утверждения спецслужб России и в Вашингтоне. Более того, согласно данным начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, в Крыму имел место конфликт другого характера, а именно перестрелка между служащими ФСБ России и российскими же военными. В Запорожской и Херсонской областях Украины на границе с Крымом проходят учения десантников, лётчиков и артиллеристов. А это уже Львовская область. Ситуация в стране сложная и нужно быть готовыми к тому, чтобы вывести наши самолёты из-под удара. Так объясняют в командовании украинских ВВС авиаманёвры, начавшиеся накануне. Киев уже не скрывает, что готовится к серьёзному обострению. Секретарь Совбеза Александр Турчинов пообещал России большие потери в случае, цитата, нового этапа военной агрессии против Украины.